Экзамены в высшей школе сервиса и туризма обычно состоят из нескольких этапов. Самой зрелищной и сложной считается практическая часть. Она проходит в форме приема с реальными гостями. В этом году к традиционным обедам с тематическими столами добавились новые для гостей, но изучаемые студентами форматы. Один из них – церемониальный обед. Этот формат обычно используется для приема гостей на высшем уровне. В завершении большого мероприятия, мирового, проводится определенный церемониальный ужин, обед. Как раз ребята сегодня постарались воспроизвести подобные действия. Должна быть европейская кухня, в среди земноморской большинстве. Раз. А два, что это синхрон. Синхронное обслуживание, синхронный сервис. Это считается одним из самых высоких уровней обслуживания, где просчитывается каждый шаг, каждое действие. И ребята постарались это сделать. Я думаю, у них все хорошо получилось, поскольку многие гости это заметили. Вот что такое сервис? Это когда ты относишься по-доброму к человеку. Он как будто пришел к тебе в гости, и ты вот как к себе домой. Вот тогда это больше сервис. Церемониальное обслуживание напоминает танец. Все действия точно выверены. Подача блюд происходит синхронно. Каждая из них торжественно представляют гостям. А поскольку это экзамен, за всем происходящим, как в зале, так и на кухне, наблюдает экзаменационная комиссия. Есть 10 пунктов, по которым оценивается работа студентов. Первое – это знание теории. Второе – презентабельный вид. Студенты должны быть опрятными, приветливыми и улыбчивыми. К экзамену они составляют меню и рекомендуют гостям определенные напитки. Кроме того, они должны знать правила сервировки и подачи блюд, а также уметь работать в команде, поскольку сервис – это командный труд. Те, кто сдают столы, столов здесь 5. То есть каждый человек готовит на 4 персоны. У нас было 4 персоны на 10 человек, и блюда все одинаковые, так что нам было гораздо проще. Но все это нужно все эти 10 блюд сделать в одно время, так что в этом сложно себя. Страк перед гостями все равно присутствует. Но когда ты выходишь и видишь, когда люди все рады и удивляются, какое красивое блюдо, ты забываешь о волнении и просто делаешь свою работу. Уже нет такого страха, как было, допустим, на первом, на втором курсе. Что делать, куда класть. Растраиваем себя, что все хорошо, вспоминаем, как что раскладывать, друг другу поддерживаем. Сплоченный коллектив у нас очень недружный, мы всегда всем помогаем. Это вот институт у нас похожий. У нас уже можно как на заводе штампут, и все, у нас уже можно выпускать. Еще один формат, который представляли гостям в рамках экзаменов в высшей школе сервиса и туризма, это так называемый бранч, традиционный для европейцев поздний завтрак выходного дня. У нас на экзамене было три формата. Это наш традиционный формат, когда экзамены сдаются с индивидуальными столами, с индивидуальным дизайном, разработанным меню. Сейчас добавились новые форматы, это синхронный сервис. И вот последний день сегодня происходил в формате бранча. Это может быть суббота, воскресенье, праздничные дни. Они гостям никуда не надо, это неспешное время, и они могут спокойно встать, например, к 12, к полудню, прийти и спокойно выпить бокал шампанского вместе с замечательными блюдами. Бранч – это нечто среднее между завтраком и обедом. Его обычно организуют, когда плохая погода. Люди стоят поздно и могут просидеть за бранчем вплоть до трех часов. Поскольку это экзамен, бранч получился не совсем традиционным. Например, здесь подавался алкоголь, но обычно спиртное подавать на бранче не принято. Оценки, замечания, разбор полетов – все это в лучших традициях гостеприимства осталось за пределами изысканного праздника. В основном все прошло хорошо, самое главное, что гости остались довольны, наши родители все увидели, сервис, еда очень понравилась, все вкусно, все остались довольны и благодарны. Выпускники этой специальности никогда не испытывали проблем с трудоустройством. Только если первые выпуски высшей школы могли применить свои знания, работая за рубежом, то в последние годы есть немало достойных предложений не просто в России, но и в нашей области.